Железнодорожная станция Расторгуева. Несколько месяцев назад многим известный аварийный мост наконец закрыли. Взамен ему построили новый, но и там, судя по активным обсуждениям в социальных сетях, нет доступной среды. То есть мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться по нему невозможно. Мост ремонтируется уже несколько лет. И вот новый мост, который сделали, он без пандуса, то есть человек инвалид, мама с коляской также не сможет вообще подойти на электричку. Вообще-то не поднимаем, да это невозможно подняться, поэтому... Ну это же плохо, что нет такой доступной среды, пандусов нет. Очень плохо, потому что с детьми мы не поднимаемся. Мы обходим через мост, обходим по тоннелям, да, так ходим, а здесь не поднимаемся. Или берем двое, один ребенок берет, другую коляску тащит. Как справляетесь-то и с коляской, и с чемоданами? Наверное, только надо быть таким силачом, да? Ну нет, ну в принципе-то, конечно, можно, просто это неудобно и лишний раз не хочется. То есть, например, вот мы сейчас в аэропорт едем, да, можно на такси, можно так, живем рядом, а это вырождается в целое приключение. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все было нормально. Здесь я впервые, но я думаю, по ступенькам будет проблематично с такой сумкой. Пластиковый чемодан, я думаю, развалится. Колеса подлетали, поэтому я брала вот такую сумочку по практичной. Поэтому думаю, что все же стоит что-то благоустроить. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в РЖД придумали такую систему. То есть, пандус они решили не делать, а создали программу с содействием мобильности под лозунгом, кричащим барьеров, больше нет. Есть зато номер телефона, по которому, получается, инвалид должен заранее позвонить, оставить заявку, как гласит в инструкции, на то, чтобы ему сотрудник станции помог передвигаться по пешеходному мосту. Ну вот, давайте наберем сейчас этот номер телефона, позвоним и попытаемся понять, насколько это все быстро. Честно говоря, изначально абсурдно, что человек должен заранее понимать, во сколько он будет здесь подниматься, оставлять услугу. Но давайте посмотрим, насколько они это мобильно делают. Телефон абсолютно не прямой. Здравствуйте. Скажите, как воспользоваться услугами помощи для людей-инвалидов на станции Расторгуево, Московская область? На станции нет пандуса. Нужна помощь при посадке? Ну да, нужна помощь для передвижения по пешеходному мосту, человеку на коляске. Я вас понял. Сейчас я вас соединию с Центром содействия мобильности, где с данным вопросом поможет профильный специалист. Отважите, пожалуйста, на линии я соединяю вас с профильным специалистом. Даже звонок уже занимает две минуты. Сейчас вы на соединении с оператором Центра содействия мобильности. Увеличено, очевидно. Составляет более двух минут. О какой доступной среде может идти речь, если человек на коляске, оказавшийся инвалид, не имеющий возможности передвигаться самостоятельно, испытывает вот такие вот неудобства. В общей сложности мы были на связи шесть минут, ждали ответа оператора. Конечно, спасибо РЖД за новый мост, но факт – здесь доступной среды нет. Не только на пешеходном мосту отсутствует доступная среда. Это единственный пандус, который мы смогли найти на станции Расторгуева. Ведет он в парк. И если ногами здесь еще можно пройти, то с колясками – вряд ли. По району дежурили. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.